Мы находимся около простовой станции контраводника. Здесь у нас на панели вентиляция, отогрев и выключение. Сейчас выключим, у нас теплая погода, комфортная температура, и не требуется. Это уровень воды. В самолете у нас почти полный. У нас впереди два рейса. Они как раз вкладят на удар рейс. А это уровень какой воды? Уровень питьевой воды. Питьевая вода закружается, заливаются специальные баки? Да, у нас 200 литров самолетовый бак с питьевой водой. Это предназначено для горячих напитков, для кофемейкера, для бассейнеров в путь на самолете. Что мы еще видим на модели? Здесь у нас кнопочка тестирования. То есть, если какая-то лампочка перегорит, можно протестировать, нажать, загораются на земле все кнопки, и мы поймем, что-то перегорело. Какая-то светодиод просто расстроили, например. Далее, это рабочее освещение. Мы можем сейчас его протестировать. Очень приятное освещение. Оно очень плавно включается, выключается. На самолетах более раннего поколения оно резко включается и включается, что не совсем иногда в ночное время бывает удобно, но приятно для глаз. Здесь у нас электроэкспорт пластиковая. В помощи тех кнопок мы можем в салоне регулировать свет. Мы сейчас где-то не будем, но мы проверяем, там отдыхают пассажиры. И, собственно, вся панель поставлена. А это что за? Это значок ГСС. Белорусский символет Сумова. Наш логотип. Передняя станция, она чуть-чуть более функциональная. Начнем с системы мультимедиа. С помощью нее мы можем. К сожалению, музыка у нас не загружена. Можно загрузить эту музыку и будет приятный звук во время посадки. Надеюсь, что в скором времени у нас будет музыка. Здесь записаны все наши информации голосовые, которые мужчина читает приятным голосом. Можно выбирать, включать. Это упрощает работу бортпроводника, когда нам нужно ввести чек пассажиров, мы включаем информацию, запись читается, и мы в это время приветствуем пассажиров. Здесь у нас система связи по самолету. Собственно, она на всех самолетах однотипная. Ничего нового я вам не могу сказать. Ну и здесь тоже регулирование температуры в салоне. Сейчас на среднем стоит комфортно. В зимнее время мы немножко потеплее делаем. В летнее помпа оборудование. Освещение салона. Освещение потолка. И боковое. Сейчас только его трогать не будет. Пассажиры наши уважаемые отдыхают. Обогрев. Интересная очень функция на сухом. На аэропасах не на всех, и на Боиндах есть. Здесь очень удобно для бортпроводников. Идет поток теплого воздуха. И по всему салону. И уходим в дверь. То есть зимнее время. Когда пропадная температура. Мы замечаем. И создаем комфортную температуру для бортпроводников. Спасибо инженерам сухого. Подумали о нас. Далее. Это наше рабочее освещение. В темное время, когда надо сухого. Читать информацию. Дает признание. Освещение. И очень удобно. Ты сидишь здесь. Читает информацию. Тебя освещают сверху. И также освещение нашей кухни. Оно также. Регулируется очень плавно. Можно выбирать множество режимов. Остальные функции имеют техническую особенность. Я сейчас вам не смогу. В основном мне пользуется технический персонал. Наземный? Да, наземный. Это наверное для проверок системы. Да, да. Это проверка системы детектора дыма в туалете. Мы сейчас не будем тестировать. Она имеет громкое обещание. Это система на звук. Это отключение звука, тест. А это сброс полностью всей системы. То есть, она имеет такую же сигнал, как в хвосте, такой же алгоритм действий. Все лампочки загораются и звуковые проверяются сигналы. То есть, на случай, если перегорит какая-то лампочка, мы можем сразу протестировать, проверить здесь. с масками. Так же. По правой стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова